Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вчера у нас с вами был второй конкурсный день. Он, Никита, показал, что вы очень серьезные соперники, практически равные бойцы. Я предлагаю, не теряя времени, приступить к первому конкурсу. Согласны? Да! Тема всей нашей игры – это правила дорожного движения для детей. Вчера наш второй конкурсный день, ребята, закончился загадками. А сегодня я предлагаю загадок начать. Отгадывать вы их будете очень интересным способом вписывать. Отгадки вам надо будет в загадочный кроссворд. Под единичкой первое слово и так далее. Это задание уже посложнее, чем раньше было, поэтому... Ну и стоит оно дороже. За правильный ответ три фишки плюс одна фишка за скорость. Но будут и штрафные санкции, если вдруг вы неправильно отгадаете, либо допустите ошибку в слове. Минус одна фишка будет. Поэтому писать нужно грамотно, потому что кроссворд может в итоге не сложиться. Идите к стендам своим. Итак, ребята, первая загадка. Я в любое время года и в любую непогоду очень быстро, в час любой, провезу вас под землей. Под единичкой пишем. Что это за вид транспорта такой у нас интересный? Под землей. Ох, одновременно, правильно, без ошибок, ну просто. Только М некрасиво у тебя написано. У вас, в принципе, у обоих некрасиво, Никита. Допиши палочку одну. Итак, вы одновременно, очень быстро, правильно, и значит каждому по четыре фишки. Молодцы. Готовимся слушать следующую загадку. Удивительный вагон. Посудите сами. Рельсы в воздухе, а он держит их руками. Что за вагон? Так, ребята, открываю вам первую букву. Первая буква Т. Ну, правда. Еще думаете после этого? Да, подождите. Я сейчас все фишки сложу себе, вернее оставлю себе. Я помню, я помню как она. Открыть еще одну? Какую букву хотите? Да, вот эту. Вот эту. А что же она тебе даст, эта буква? Вторая. Нет, мне вторая не нужна. Мне нужна вот эта. Хорошо. Тогда по одной букве, которой просите. Аня, у тебя Б, а у тебя Р. А, какая сообразительная. Ребята, по-моему, уже все понятно. Ваша задача сейчас грамотно написать это слово, которое обозначает вид транспорта. Ну что, ребята, вспомнили? Нет? Ну, значит, больше времени у нас нету ожидать. Я называю отгадку. Отгадку. Ребята, это троллейбус. Троллейбус. Ваша задача сейчас правильно, без ошибок, постараться... Откуда тро-ле-е-е? Ага, а вот надо знать, как правильно это слово просто пишется. Ребята, если кто без ошибок напишет, тому дам одну фишку. Так, все, хватит издеваться над этим словом. Я вам, наверное... Я знаю, я знаю, я знаю, подождите. Троллейбус. Теперь правильно. Фишек у меня никто не получит. Уже Никита вообще стерк все клеточки. Все, Никита, оставь все как есть. Мы слушаем третью загадку. Что ж, дружочек, отгадай. Только это не трамвай. Вдаль по рельсам быстро мчится, из избушек веренится. Не ждите от меня подсказок на этот раз. Никита уже справился, абсолютно верно справился. Фишки четыре получаешь ты. Но мы думаем, вот Аня заработает три фишки за правильный ответ, либо нет. А у нас в Гомеле есть. Смотри, одна буква есть у тебя, вторая. Вереница из избушек маленьких. Вереница, длинное что-то. И домики такие, соединенные вместе. Вид транспорта, Аня. Смотри, уже тут и гудит, и дудит. Никита тебе подсказывает звуки, которые издает этот транспорт. Додумалась. Так, Никитка, я тебе кладу четыре фишки. Как ты написала? И не написала. Клади маркер. Дети, могу сказать, что пишите вы очень неаккуратно. Присаживайся. Можно? Ну что, три фишки я тебе не дам, но с подсказками одну дают тебе фишку. Ребят, с горем пополам справились вы с моим первым заданием. А сейчас время встречи с нашей знакомой тетей Олей из ГАИ. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наша третья встреча. И сегодня мы будем говорить о грузовом автомобиле. Грузовые машины, большие по размерам и очень тяжелые, особенно с грузом. И мы с вами, пешеходы, должны это учитывать. Никогда не стоит переходить дорогу перед близко идущим грузовиком. Чем тяжелее машина, тем сложнее водителю ее остановить. Это надо учитывать. А еще при переходе проезжей части надо помнить про размер грузовика. Вот такой большой автомобиль остановился перед переходом и пропускает нас. Мы начинаем идти. А из-за больших размеров грузовой машины водителям, которые двигаются по соседней полосе, трудно нас увидеть, как мы идем через дорогу. Поэтому при переходе проезжей части нужно быть очень внимательными и иметь возможность остановиться или поспешить. А мы с вами встретимся завтра. Удачи в игре и безопасности в жизни. Ребята, вот и третий конкурс на день подходит к завершению. Впереди финальное испытание. Последняя возможность сегодня заработать фишки. Очень интересное и смешное название у этого конкурса. Знаете, как называется? Руки, головы, хвосты. Вставайте. Чтобы выполнять его, вам будет проще стоять стоя, вот там рядышком друг возле друга. Я буду говорить фразу. Если вы с ней согласны, то вам нужно кивать головой и вилять хвостиком. Представьте, что у вас есть хвостик. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. А если не согласны, то нужно отрицательно качать головой и руки спрятать за спину. Итак, ребята, каждый правильный ответ стоит две фишки, плюс одна фишка тому, кто справится быстрее. Первая фраза. На дороге грузовик больше и опаснее легковой машины. Правильно, хорошо. Одновременно начали вилять, махать, поэтому каждому по три фишки. Сразу положу, чтобы не забыть. Так, три. И Никите, три. Следующая фраза. Если никто не видит, то правила дорожного движения можно не соблюдать. Руки тоже одновременно. Хорошо, ребята, правильно. В любом случае правила дорожного движения нужно соблюдать при любых обстоятельствах. Следующая фраза. Зебра – это специально отмеченное место для перехода дороги. Снова одновременно. Хорошо, все верно. Правильно вы реагируете на мои фразочки. Фразочки. И последняя на сегодня. Слушаем. Перед грузовиком можно быстро перебегать дорогу. Аня сообразила быстрее, получая три фишки и две фишки у Никиты. Присели, ребята. Третий конкурсный день позади. Осталось только сосчитать фишки. Сколько вы сегодня заработали? Девятнадцать. На два менее. Я на два менее. У тебя семнадцать. Хорошо. Ну что ж, ребят, завтра у нас с вами финал. Встречаемся и определяем победителя. Договорились? Да. Ну а на сегодня пока. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok